Все труды человека для рта его, а душа-то не насыщается. При этой Дашей, раз уж всем так понравилась идея рассказать об отдельных лицах моей родословной, то продолжим это замечательное начинание, шикарное. И сегодня я хочу рассказать о очень близких братьях с сестрой. Что с вами сегодня вообще? В общем, они были между собой очень близки, и судьба их пришлась в самый рассвет, так сказать, их молодости, самое, так сказать, детство пришлось на начало войны Второй мировой. Ну, давайте уже приступим. Сестра, это, собственно, моя бабушка, мама моей мамы, Вера Игнатьевна Полякова. Трапина в замужестве, в девичестве Полякова. И вот она, красопедая, похоже. Я сделала такое же суровое лицо. И ее брат Георгий Игнатьевич Поляков. Вот он сидит. Я его показывала, кстати, в своем видео, посовещенном нашей Великой Победе. В видеоряде его фотографии есть в том числе. Кто-то даже, кстати, угадал, прям с первой попытки бинго было прямое попадание. Кто это именно, ссылку я оставлю под видео, как водится. И ссылку на свое предыдущее видео, где я рассказывала о своей прабабушке, матери Георгия и Вере, тоже будет все в инфобаре. Итак, оба они родились в 20-х годах, собственно, 20-го века. И всегда смеялась, что, видимо, моя прабабушка была очень непрямым человеком, потому что у нее было 9 детей, все мальчики. И вот самым последним ребенком оказалась Вера, самая младшенькая. И я всегда шутила, что прямо кофе не сильно рожала, пока, блин, девку не родила. И тогда уже успокоилась с родами. И она была очень умной, как и Вера. Ее вообще два сапога пара. Умник и умница. И вообще Вера Мятина всегда училась крайне. Лично ей, как лучшие ученицы школы, подарили тарелку. Самую обычную тарелку, без каких-либо надписей. Тогда это был шик, тогда это была роскошь. И вот, кстати, тарелкой пользовались активностью, ее ели. И она 20 лет хранилась в семье, пока мама ее не грохнула. Мыла посуду. Еще когда, будучи маленькой. То есть не сейчас, недавно. Вот она еще сама маленькая была. Мыла посуду и разбила. Вот, ну, к сожалению, в пятом классе она была вынуждена уйти, покинуть школу и начать работать. Потому что это было в 41-м году. Началась война. Надо было трудиться на благо, так сказать, свидетельства. Она пошла уборщице в ателье. Потом она доросла до мастера по верхней одежде. Всю жизнь шила своим деткам. Обычную одежду, не верхнюю. Вот. Няня, тетя моя, родная сестра мамы, Галина Федоровна, очень, кстати, была привередлива. Как, что придумает, фасолом какое платье. Хоть стой, хоть пад. Была очень капризна. Блибоемка мамы. Вера Игнатьевна, если говорила, что, что, масса шла. Таня успоклась, пока все не добивалась. Ну, это так, отвлеклась. Работала она и, так сказать, незаконно. Она в подвале вместе со своим мужем, Федором Трофимовичем, делала варенки. В результате от этого умерла в 80-80, там вообще лет 57-58, как-то так. Причина не была врачами установлена. Хоть она и лежала в областной больнице, так и не выяснили. Но маму я склонна думать, что это был... Сейчас я спросил. Воспаление позвоночного... Я знала, что я забуду. В общем, у нее немели... Отнялись ноги, руки. Она не могла двигаться, ничего делать. Мама с няней, так я тетю называю, ухаживали за ней по очереди. Вот умерла на руках у моей мамы буквально, на ее глазах. Мама в этом плане вообще судьба крайне печальна, у нее ноги на руках скончались. Вот так вот и жили. Значит, очень интересный момент сфотовства у нас. Вообще, по моей линии, по женской, все очень поздно выходят замуж. Там мама вышла замуж, ей было 29 где-то. Вот бабушка вышла, ей было 27-28 где-то. Да, где-то как-то так. Их сосватали их родственники, которые как-то между собой общались. И вот бабушка была прям зациклена на идее о том, что муж должен быть выше жены. Ну, дедушка был... Ну, не то чтобы он был выше, но одного роста с ней. Ну, намахнул руку, типа, ладно. Байк оказался очень удачным. Они родились фактически в один день. Она 15 июня, он 18. Дедушка, кстати, мой, Фёдор Трофимович Тропин. Вот он. Может, я на него похожа? Не знаю, на кого я похожа. Вы решайте сами для себя. Ну, и мне, конечно, будет интересно посчитать комментарии об этом. Она когда умерла, дедушка малость помутился у него раз в суток. У него очень рано наступил маразм. Это не издевательский, это диагноз медицинский. Он всё время как бы с ней разговаривал, хотя она давно умерла. Мама пыталась его забрать к нам. То есть мы живём в Бакане, они жили в Минусинске. И он убегал пешком, возвращался в Минусинск, путь не близкий пешком-то. И вот никакой кученький вылил как бомж, но он, блин, добирался до Минусинска, там его подкоролив, возвращала к нам домой, и всё начиналось сначала. Да, очень он тяжело пережил, можно сказать, и не пережил смерть своей жены. Вот так. И, кстати, она находилась... Как она оказалась в Минусинске? Она сбежала с ссылки. Ей же семью сослали в 20-х годах. Ой, нет, веру. Да, 20-х. Как раскулачились, сослали. Ну, я рассказывала уже. Сослали в поселок Тюхтет, Тюхтетского района, здесь же Сибирь. И она тут забежала в 26-е 16 лет в Минусинске. Мама причин не знает. Кому именно она сбежала? Ну, то есть не в пустой же место, видимо, родственники какие-то были. Тоже не знает. Ну, вот факт на лицо. Что касается ее брата Георгия, он был, как я уже сказала, дружиночный со своей сестрой. Тоже был у них разумник. И, собственно, был выбор. Либо бабушку посылать учиться, либо Георгия. Ну, они поишили, что бабушка выйдет замуж, и сядет дома с детьми, работать все равно не будет. И смысл. Кстати, глубоко ошиблись. Забыла сказать, смертная пришла как раз отработать. Она же валенки делала в подвале. И вот какой-то микроб из-за шерсти. Я сейчас очень коряво объясняю, конечно. Как-то вот что-то сделал с ее организмом. Георгия. Послали его учиться на финансовую технику. Он потом всю жизнь был на руководящих постах. Он был начальником финансового управления самым главным. Но он был не самодур. Очень интеллигентный человек. Очень умный, очень тактичный. Мама его прекрасно помнит. Она его безумно любила. Его, собственно, дочери в нем вообще души не чали. Он прошел всю войну. Демобилизовался, как это называется, Увелся со сочной службы. В общем, только в 1948-м. Спустя три года после окончания войны. И его не дождалась девушка. Вот нехорошо так делать. Он завел отношения с другой, на которой впоследствии женился, Александра, девячица Меликакова. Их в поселке разделяла река Туба. Или Туба? Кажется, Туба. И вот он, зимой, он сочинял стихи. Сочинит что-нибудь в ее честь. И через реку идет... Ой-ой-ой. В ее поселок рассказывать, в общем, эти иоды. В любом смысле слова. Дочери, кстати, у них три, по-моему, родились. Они вообще души... Вот, собственно, муцель вообще нечаянные. Просто фанатки его. И... Хороший, в общем, был человек. Очень умный, очень интеллигентный. Всегда приезжал в гости к семье своей любимой сестрички. С подарками, с какими-то вот... Со вкусностями. Всегда веселые очень. Вот так вот. И... Я еще хотела немножко дополнить. Мое предыдущее видео было. Много вопросов. Везде мне задавали. На Ютьюбе и других соцсетях. Вот. Я хочу обнадежить тех людей, которые занимаются институцией родословно. Но им некому что-то рассказать. Когда я начинала изучать свою родословную, у меня ни бабушек, ни дедушек в живых не было уже. Мама ничего не знала. Папы тоже не было. Хотя он очень любил историю. Я уверена, он очень много интересного и он был внес за собой в могилу. Слава-то ему небесная. Всем Слава-то небесная, кого я упомянула сегодня. Я не знала вообще совершенно ничего. Даже дат рождения приблизительно только ориентировалась. И вот я, когда начала всё раскапывать, я стала вести отдельный блог, посвящённый именно родословной. И сама искала в других социальных сетях возможных родственников. И вот меня нашли через... Сама я не смогла найти, а вот меня случайно нашли через мой блог, мои родственники, вот опять же, дочери Георгия Игнатьевича нашли меня, прислали мне несколько фотографий сканированных, сообщили. Вот, кстати, именно Георгий Игнатьевич, я рассказываю в предыдущем видео, прогнал с позором второго мужа своей матери. Именно благодаря ему мы знаем, почему на самом деле раскулачили Агафья Игнатьевича и её мужа Игната Стефановича. Да, они мне всё это рассказали. Плюс ещё другую информацию, касающуюся рода, которая коснусь чуть позже, в других видео. Потом у меня нашла очень ценный источник информации теперь, другая родственница тоже из рода Поляковых, она живёт в Красноярске, и там те данные, которые нет здесь, в Минусинске, в Абакане. Она делает очень дорого, мы родила, нам присылает данные не только по Полякову, по нашей общей линии, но и по моим отдельным линиям, которым она сама не имеет никакого отношения с по-себе огромное за это. Так что всё это наверстывается. Если удастся найти родственников, бываем вот на этом. Мне в этом плане очень повезло, поэтому, если кто-то занимается родословно, я рекомендую быть социально активным в интернете именно на эту тематику. Так что я желаю найти всё, что хочется найти. И на этом я заканчиваю своё видео. До следующих встреч! Субтитры сделал DimaTorzok